Вопросы управления имуществом, изменения градостроительной деятельности, благоустройства и поддержки талантливых детей были одним из основных тем на повестке заседания областного правительства. Но началось совещание с представления нового участника команды. Артём Мирошников стал советником в Рио губернатора Алексея Русских. Его представил исполняющий обязанности председатель правительства Александр Смекалин. Это человек, который будет осуществлять координацию деятельности, обеспечения деятельности Алексея Юрьевича. Взаимодействие с органами исполнительной власти по формированию планов работы и подготовке документации. Новое назначение получил также главный жилищный инспектор области Алексей Сорокин. Он возглавит создаваемые специализированные центры по управлению недвижимым имуществом. Александр Смекалин призвал более ответственно относиться к содержанию государственных зданий. Вопросам жилья на седании уделили много внимания. Правительство одобрило изменения закона о дольщиках. Сейчас инвесторы, которые берется достроить проблемный дом, могут компенсировать издержки деньгами или выделением земельного участка. Закон проекта объединяет обе эти меры, что приведет к экономии бюджетных средств. Угадать стоимость земельного участка и угадать стоимость достройки невозможно до того, как не пройдет государственная экспертиза с медной документацией. Когда мы совмещаем эти две меры, то у нас получается одна мера дополняет другую. То есть у нас основные деньги будут фактически перекрываться земельными участками и бюджетные деньги добавляться. Внесены изменения в градостроительный устав области. Новации расширяют действия гаражной амнистии. Регион одним из первых в стране позволил оформлять права собственности хозяевам боксов ГСК по упрощенной схеме. Теперь в кооперативах можно будет узаконить и другие сооружения, кроме гаражей. Это административные здания, это автомастерские, автомагазины, мойки. То есть то, что в реальности существует, но не оформлено. Запуская упрощенную систему оформления, мы решаем проблему, во-первых, собственников, а во-вторых, мы решаем проблему увеличения налогооблагаемой базы для бюджета. Изменения коснутся фасадов и ограждений зданий, за исключением жилых домов. В ряде регионов появилось большое количество судебной отмены протоколов предписаний по приведению в порядок внешнего вида сооружений. Обоснуется отмена дублирования федерального регионального законодательства. Данным законопроектом конкретизировали перечень всех противоправных действий, которые заключаются и связаны с содержанием внешних фасадов и ограждений, за которые наступает ответственность. И исключили признаки административного правонарушения, ответственность за которых накладывается кодексом Российской Федерации. То есть исключили дублирование. В свою очередь, исполняющий обязанности премьера призвал более активно работать в этом направлении на местах – муниципалитета. В заключение заседания отошли от градостроительной и благоустроительной темы. Самые талантливые учащиеся детских школ искусств смогут получать региональные стипендии. Мера направлена на стимулирование и поддержку детей, добившихся высоких результатов в творческих конкурсных мероприятиях и направлена на достижение национальной цели для самореализации и развития талантов. Стипендия составит 5000 рублей и будет выдаваться в течение учебного года. Получить ее смогут дети от 10 до 17 лет. Предполагается, что ежегодно будут выбирать 10 самых талантливых ребят. Но руководитель правительства предложил расширить круг получателей. Все принятые законопроекты предстоит утвердить на заседание Законодательного собрания, чтобы они вступили в силу.